Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие секретки, сегодня с вами с вами я, Тигра Надя, и сегодня я буду делать видео про учёбу, про него было очень много запросов, и я так подумала, что, ну, у меня есть что рассказать, я расскажу про свою методику вообще обучения, то, как я учусь, какие-то мои такие секретики, как не потерять любовь кучу, в учёбе интерес, точнее, к ней, вот, и извиняюсь за фокус, он сегодня просто меня не любит, даже без ёлки он всё равно идёт, вот, фокус куда-то туда назад, за меня, на шкаф, и вообще. Итак, у меня здесь написан план вопросов, и есть у меня ещё на тамблере вопросы, вы задавали мне про учёбу, и я даже сейчас не знаю, от чего начать, либо со своих каких-то вопросов, либо с вопросов, которые задавали вы мне. Во-первых, я учусь на дизайнера, и это уже, не знаю, какой посчёт у меня образование, до этого я заканчивала. Сам первый раз, когда я закончила школу, я поступила на курсы журналиста, я закончила эти курсы, диплом получила, потом я поступила на психолога в университет, на очную форму, я ходила в университет, и это было, наверное, самое лучшее время в моей жизни, самое крутое, безбашенное. Потом я ушла с последнего курса, и где-то год я была в поиске себя, и я закончила курсы фотографа, потом у меня возникло желание, и я захотела поступить на журналиста, уже на высшее образование, я проучила где-то там год, поняла, что это вообще не моя профессия, что я не хочу всю жизнь в этих бумажках, в этих текстах копаться и тратить на это время. И я открыла для себя ту истину, которую, наверное, с детства меня ждала, и которую мне все говорили, что мне надо идти на дизайнера, на художника. Вот, и я решила, уже действительно поступить на дизайнера, у меня была такая возможность прям с журналистки перевестись на дизайнера, но потом у университета начались проблемы, у них не было аккредитации и какие-то личные там между университетами проблемы. Я все-таки поступила на него, ничего я не сдавала, мне нужно было только, ну, для галочки сделать собственный макет визитки, какой бы у меня был он в будущем, да, я сделала этот макет, сдала как творческий конкурс, и меня сразу зачитали. Вот, ну, мне нравилось обучение на первом курсе, сейчас я в академическом отпуске из-за своей операции, мне дали год академического, в мае он заканчивается, и я не знаю, что буду дальше делать, либо я буду полностью оттуда уходить и уже как-то, может быть, на платное поступать, или вообще просто развиваться сама без этих университетов. Я не знаю, это мое личное, можно сказать, то есть, мое личное решение и мой личный шаг в моей жизни. Хочу я этого или нет, я пока не знаю, потому что очень много нюансов, которые меня не устраивают в этом университете. Во-первых, они не дают мне документы, во-вторых, они постоянно, каждый месяц мне говорят, что пришлите свои копии паспорта, пришлите копии того-того, и почему вы ничего не присылаете? Я говорю, я вам присылала по 10 копий. И каждый раз я им дублирую это и высылаю новые, делаю, и они все равно там постоянно меняются. Эти, как, методисты, да, у нас назывались в университете, я не знаю, как там называются эти люди, как-то по-другому, в общем, кураторы, да, и каждый раз они меняются, каждый раз новые, и каждый раз эти новые просят меня прислать эти документы. Никто мне не дает, ни студенческий, ни вот это вот свидетельство или как-то, что я у них там учусь. Ничего, никаких документов. Считайте, что я нигде не учусь. Не знаю, как-то так. Меня лично это очень сильно бесит. И очень часто бывают проблемы с сайтом, загружаешь работу свою, она туда либо исчезает, либо она не попадает. Не знаю, каким образом это происходит, у них постоянно какие-то неполадки, но это вот личные минусы такого обучения дистанционного. Я очень честно жалею, что в моем городе нет такой возможности поступить на дизайнера именно в очной форме. Я бы с удовольствием ходила на занятия, кажется, и действительно живое общение с преподавателями, оно лучше, чем вот это виртуальное, не знаю, что будет дальше. Ну, пока я для себя решаю, пока я выполняю задания, тоже все это загружаю. И, если честно, вот такая вот форма академического отпуска, когда ты без преподавателя, у тебя весь материал на год есть на диске, ты сам для себя вот это все формируешь, тихонько занимаешься, смотришь, что ты сегодня делаешь, что ты завтра делаешь. Оно намного лучшее, и оно намного дисциплинированнее, чем вот этот вот вся хаос вот этот интернетовский, когда ты именно в онлайн-режиме занимаешься с живыми преподавателями и так далее. У меня сегодня очень сильно глючит приложение на телефоне от Tumblr. Я пытаюсь посмотреть ваши сообщения. Вот у меня спрашивают, что я сдавала при поступлении на дизайнера, я уже ответила, что я, в принципе, ничего не сдавала, у меня был только творческий конкурс, и мне сказали, что только вот сделать макет собственной визитки, и все. Макет вы можете видеть у меня на странице ВКонтакте, где у меня альбом с моими рисунками. Там есть эта работа, у меня такая черная рамочка, и там кит в виде тигра, и надписи разные. Ну, такая морская интересная тематика вышла. Вот. Им очень понравилось, и они поставили плюс мне тем, что я сделала это не на компьютере, а акварелью, своими руками я рисовала. Вот. И то, что получился такой интересный дизайн, кит в виде тигра, ну, это что-то очень интересное. Вот. И еще один вопрос, сейчас я его зачитаю. Надя, привет, не могла бы ты рассказать о своей учебе? Как проходят занятия, какие вам дают задания, проекты, рисуют или установки? Я сама участвую в дизайне и понимаю тебя. Это действительно сложная специальность, но многие этого не понимают, к сожалению. И мне очень интересно, как проходят занятия в других университетах заранее. Спасибо, с Новым годом, кстати. Кстати, простите, этот вопрос был где-то год назад мне прислан. Только сейчас я на него отвечаю, потому что, ну, теперь наконец-то у меня в голове вся каша собралась в нормальную такую полочку по книжечкам, где я могу все вам рассказать. И без вот этого мямления и, например, того, что я не знаю, что я хочу и прочее. Да, действительно так. Итак, привет и с Новым годом. Да, и с Рождеством. Что я хочу сказать. Да, мы делаем всякие постановки, мы рисуем разные проекты. Вот. И делала я проект один по поводу... Надо было выбрать, знаешь, любимую песню и на нее написать, там, не написать, а нарисовать ее в виде вот этих визуальных заметок. И мне очень сильно... Мне очень сильно помогла книжка вот эта вот Майка Роуди про визуальные заметки, про скетч-ноутинг. Я обожаю эту сферу. И я думаю, что... Ну, я решила для себя, что в будущем она будет у меня варьироваться в моей работе. Итак, что еще я хочу сказать, что мы рисуем в свободной форме. У нас нету каких-то запретов или чего-то еще. У нас приветствуется ручная работа, не электронная. У них вот эти вот CorelDRAW и прочее. Я, кстати, до сих пор не умею там рисовать. Я до сих пор не купила себе планшет. И я не знаю, надо на следующий год, на 16-й вот стабильно, 100% купить себе планшет этот... А! Потому что это неизменимая всякие вещи. Я это поняла. Хоть я и противница вот этих технологий всяких современных, я люблю рисовать от руки. И мне кажется, что от руки рисунки все искренне и живее выглядят, чем компьютерные. Хотя есть такие компьютерные, от которых... Например, хочу сказать, что у меня есть вот блокнот, мой учебный, в котором я рисую и конспектирую лекции. Я покупала его давно-давно. Такой сиреневенький. Сиреневенький. Бумага-то потрясающая. Она очень красивая, она очень гладкая. И абсолютно для любых материалов она подходит. Она желтоватого цвета. Сирена. Она очень гладкая. Как я уже сказала, акварель на ней шикарная ложится. Вот, например, для сравнения я покажу рисунок с космосом. Потому что космос у меня получается только на, наверное, трехсотграммовой бумаге акварельной. Вот здесь вот видно, да? Как космос. И вот все эти звезды. И здесь не выцветают краски. Представляете? На любой бумаге у меня космос, например, через день-два бледнел. А со временем вообще выцветал. Особенно звезды. Но здесь, как было яркое, так оно и осталось. Просто дико нравится. Особенно, как здесь рисуют гуашь. Это просто рай. Также я здесь рисую маркерами. Вот у меня незаконченный есть проект. Я не буду пока его вам показывать. Но я очень долго над ним работала. Очень долго. Там нам давали задания в ноябре, например. На букву Н надо было нарисовать как можно больше вещей. Я решила, что я сделаю на букву Н персонажа из мультика и цветы. И я нарисовала Немо. Я нарисовала Нильса и гусей. Потом нарисовала я Незнайку. И нарсисы, цветы, незабудки. И получилось так очень красиво, ярко-ярко. Но у меня закончились маркеры мои. И сейчас я жду с Алиэкспресс новые маркеры, чтобы наконец-таки закончить этот проект. Отправить его и заодно показать вам. Те, кто везли черновик у меня в ВК, они сказали, что вау, это очень круто. Да, реально круто. Я так рада, горжусь собой насчет этого. Например, гуаша вот так вот выглядит. Очень ярко и очень красиво здесь. И она не прилипает к другой стороне, например, бумаги. И абсолютно не портит другие обороты. Поконспектирую я вот так вот лекции. Ну, то есть мы рисуем одновременно. Я не знаю, кто как, но я порисую и сразу же конспектирую, какие-то слова для себя выписываю. То же самое, что и здесь, вот, по-разному бывает. Иногда я просто рисую, пишу какие-то цитаты, какие-то мысли здесь. То есть это не просто такой блокнот для врачопа мой, или просто творческий. Попала я в общем, по-моему, магазин «Просто запиши». Сейчас он стал очень такой популярный. Да, просто запиши здесь. У них тогда вроде бы 3 или 4 блокнота всего в навещи было. И сейчас у них куча блокнотов все такие дизайнерские стали. Ну, если честно, не знаю. Я продолжила им сотрудничество. Они сказали, что они работают только с крупными блогерами. И они могут дать мне только небольшой процент скидки. Поэтому я сказала, что нет, не нужна эта скидка. Я сама куплю блокнот, если мне нужна. Да, я, кстати, с собой согласна, что не все понимают, насколько это сложная профессия. Потому что мы просто рисуем, развлекаемся и прочее. Очень раздражает этот вопрос. Потому что я с собой считаю, что нет легкой профессии. Каждая профессия сложна по-своему. Для кого-то эта профессия может быть очень легкой и казаться какой-то детской даже. А для кого-то это будет настолько сложно, что просто все силы ты будешь этому отдавать. Например, приходится просто днями и ночами сидеть, рисовать, делать эти проекты. И рисовать приходится не то, что ты хочешь, и то, что ты любишь, а то, что от тебя требует, от того, что тебя требует профессия. И иногда не всегда будет так, как ты хочешь. Не всегда будет то, что тебе нравится. Например, как приходят у нас занятия, и чем они отличаются от других университетов. Я хочу сказать, что ничем не отличаются. Дистанционная форма и очная форма, она почти одинаковая. Отличаются только тем, что ты не ходишь в университет, ты сидишь перед ноутбуком, сможешь выдать вебинары и общаешься с преподавателем виртуально, а не в реальности. Только этим отличается. И ты не видишь своих студентов, с кем учишься, своих однокурсников. Только этим отличается. Нагрузка такая же тяжелая, бывает даже еще больше, тяжелее, потому что тебе дают задания сразу на неделю, и дают большой объем заданий этих. И чем тяжелее, что ты не можешь приближать к преподавателю и где-то поймать его, спросить, что он подсказал тебе, или там сходить с однокурсниками вместе, позаниматься или купить совместные какие-то вот эти вот предметы для рисования. Забыла слово. Материалы. Вот. Ты все делаешь один, все надо только на тебе висеть. И вся ответственность только на тебе за твое обучение. Ты сам решаешь, что хорошо учится или плохо. Никто никаких поблажек здесь не делает абсолютно. Вот. Я не знаю, плюс это или минус, конечно. Но иногда бывает, что ты реально стараешься так сильно, и преподаватель не видит твоей реакции, да, твоей вот этой искренности. Вот в этом, да, минус. В этом огромный минус. Нет поддержки такой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!